Одинцовская неделя Президент Владимир Путин, ссылаясь на пересчитанные данные Всемирного банка за прошлый 2022 год, отметил, что Россия вышла на пятое место среди экономик мира, обогнав Федеративную республику Германия. Эх, нам бы еще зарплаты и пенсии пятые в мире. Правительство утвердило график выходных в 2024 году. На этот раз новогодние каникулы продлятся целых 10 дней. Региональные новости. К 1 сентября в Подмосковье откроется 30 школ и 25 детских садов, сообщает губернатор Московской области. В это число входят 2 новые школы и 2 детских сада в Одинцовском городском округе. Помимо этого, еще 2 детских сада снова примут воспитанников после капитального ремонта. Кстати, осенью нас ждут еще и губернаторские выборы. Как именно будут проходить голосования, читайте на страницах нашей газеты. Завершается ремонт отопительных систем Одинцовского городского округа. И они готовы дать тепло с приходом холодов, отметил на планерке в администрации глава округа Андрей Иванов. Незамерзнутые жители, чьи домовладения попали в программу социальной догазификации. Работа которой, кстати, решение властей Подмосковья продлена до 2030 года. Современная детская площадка площадью 450 квадратных метров появилась в Немчиновке. Что особенно радует, это качество таких объектов. Детям завидуют их родители. В наше время таких роскошных детских городков во дворах просто не было. В Кубинке состоялся международный военно-технический форум «Армия-2023». Подобные события вызывают большой интерес публики. На этот раз форум привлек внимание более миллиона посетителей. В преддверии Дня Знаний целый газетный разворот посвятила школьным новациям наш корреспондент Тамара Семенова. Что такое профориентация школьников и привлечение обучающихся к труду, а также о новом учебнике по истории, можно прочитать в этом обширном и интересном материале. В Звенигороде большой праздник. Исполнилось 625 лет Савино-Саражевской обители, одному из символов города. По этому случаю звенигородцы организовали большой культурно-просветительский фестиваль. Мир социальных сетей охватила Барби-мания. Явно не обошлось без влияния вышедшей в прокат комедии Барби. Корреспонденты нашей газеты решили пошутить и, применив возможности искусственного интеллекта, оказались в роли пластмассовых игрушек. Вот, посмотрите, здесь рядом с нашими девушками есть и я. Даже сегодня галстук надел. Похож? Нет? Нет? Колонка происшествий. Мое внимание привлекло краткое сообщение о том, что Одинцовский суд рассмотрел дело аферистов, привлекавших средства граждан для строительства многоквартирных домов на участках индивидуальной жилой застройки. А дело в том, что наша газета несколько раз писала об этой теме, о явном обмане. И вот приговоры. Организаторы преступной схемы получили от 10 до 13 лет заключения. Сколько веревочка не веся, а конец будет. На этом все. Следующий наш номер выйдет в сентябре. И будет также доступен, как и сегодняшний, не только в стойках распространения, но и на нашем сайте. Вот адрес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok